Не так давно от старости умерла моя любимая Лайка. Я очень сильно горевал по своей подруге. Всю жизнь с собаками и жизни своей не представляю без них. Как-то раз вечером раздался стук в окно. Выглянув во двор, я увидел своего дружка. «Принимай гостей, Артём, но я не один», сказал друг, входя в избу. Из большой спортивной сумки он достал малыша Лайчонка. Заводчик выбраковал её, а ты знаешь, что с такими щенками бывает. Я вспомнил про тебя, что ты уже несколько месяцев без собаки. Тебе же серьёзная охотничья собака не нужна, ну а зайца по лесу погонять или куропатку, думая, она сможет. Я был благодарен другу, мне сейчас очень нужен был пёс. Спасибо, Олег, что не забыл. Я взял щенка в руки, он сразу лизнул меня в нос. Это была любовь с первого взгляда. Вырастил я Дакоту в красавицу Лайку. Мы были с ней теперь неразлучны. Да, всё-таки, что ни говорите, собака – самое преданное существо на свете. Лес был для нас с Дакотой самым любимым местом для прогулок. С ружьишком походить с удочкой или с корзинкой – это было неважно, главное – вместе. Тихая, неспешная деревенская жизнь – вот что мне сейчас было нужно после всех жизненных перипетий. Так и жили мы с Лайкой вдвоём в большом деревенском доме. Тот день был по-осеннему тёплый и солнечный. Я выгуливал Дакоту в лесу и хотел набрать грибов на жарёху. Но сегодня мне не очень везло. Грибов было много, но почти все они были червивыми. Старый слой уже отходил, а нового ещё не было. Нашёл я несколько горянок на суп и уже этим был доволен. Дакота куда-то убежала. Казалось, что вот только что была рядом, наверное, почуяла какую-то живность. Но я сегодня был без ружья и охотиться не планировал. Вдалеке я услышал её заливистый Лай. Нужно было посмотреть, ведь она не успокоится, пока не покажет свою находку. Собака крутилась вокруг дерева и громко лаяла. «Ну что там у тебя?» – строго спросил я. На дереве, крепко вцепившись когтями в толстый сук, сидел маленький рысёнок размером с небольшого котёнка и отчаянно шипел на Дакоту. Я отогнал собаку и снял малыша с дерева. «Где твоя мамка, дружище?» – потерялась. Рысёнок даже не сопротивлялся и не барахтался. То ли сил уже не было, то ли собака так сильно напугала. Так и принёс я его домой за пазухой. Всё повторилось сначала. Выкармливал я его так же, как несколько лет назад Дакоту. Брал у соседки свежее молоко. Назвал я найдёныша простым именем Муська, как обычную деревенскую кошку. Мне показалось, что это имя ей очень подходит. Росла рысь такая же своенравная и свободолюбивая, как кошка, но в то же время ласковая и игривая. Ещё будучи котёнком, она подружилась со своей спасительницей Дакотой. Они весело бегали друг за другом сперва по дому, а потом и по двору. А говорят, что кошка с собакой дружить не могут. Когда она немного подросла, стали мы её с собакой брать в лес. Так что на лесные прогулки ходили теперь втроём. Как-то разгуляя по лесу, встретился нам незнакомый в наших местах мужик. То ли охотник, то ли браконьер. Я не разобрал. Неприятный был человек. Всё время воровата озирался и прятал глаза. «У тебя что, рысь ручная?» – спросил незнакомец. Да не такая уж и ручная. В лесу нашёл. Вот теперь живёт у меня. И мне пришлось рассказать историю появления рыси в моём доме. «Продай!» – прозвучало неожиданное предложение. «Как это продай? Я друзьями не торгую». Мужик громко расхохотался. «Что ты мне тут втюхиваешь? Что ты с котами и собаками дружишь? А я-то думал, что ты их хозяин». Дакота в это время стояла в боевой стойке и злобно скалила зубы. Ей явно не нравился этот человек. Рысёнок прятался за спиной у собаки, как будто знал, кто его главный защитник. «Тебе, как я понимаю, не понять». Я повернулся и пошёл прочь от этого злобного и противного мужика. «Ну-ну, смотри, не пожалей», – донеслось мне вслед. Через некоторое время я совсем забыл об этой встрече. Между тем рысёнок рос, и выросла Муська в большую красивую рыжую кошку. Игры между собакой и рысью тем временем не прекращались, и они были всё так же неразлучны. Весной после одной из прогулок Муська домой не вернулась. Дакота совсем сникла, она скучала, да и я тоже. Она лежала одиноко на своей подстилке у печи и тихонько поскуливала. От весёлой и живой собаки мало что осталось. Я очень переживал за неё и как мог утешал и ласкал. «Скучаешь, псинка?» Я гладил Дакоту по голове. Муська в лес вернулась к себе домой, и это правильно. Так и должно было случиться рано или поздно. Но время шло, и мы с собакой приняли выбор нашей подруги. С тех пор прошёл год, за этот год мы ни разу не встретили рысь в лесу. В этом году весна наступила рано. Снег сошёл быстро. В лесу подсохло, и мы с Дакотой поспешили на прогулку. Как же хорошо здесь. Давненько мы не делали вылазки в лес. Засидевшаяся в избе собака носилась по лесу, как пуля, нарезая круги вокруг меня. Я устроился отдохнуть на одной живописной поляне, облокотившись о старый пень, вытянув вперёд ноги и подставив лицо ласковому весеннему солнцу. Вдруг Дакота напряглась, навострила уши, втянула носом свежий весенний воздух и стремглав рванула в чащу леса. Наверное, зайца почуяла, подумал я, пусть побегает, и я закрыл от удовольствия глаза. Прошло буквально пару минут, как вдруг я услышал лай собаки. Я прислушался, Дакота лаяла как-то по-другому, так она лаяла обычно на человека, причём если он ей не нравился. Я вскочил и поспешил скорее на звуки, доносившиеся из леса. Кого она там встретила? Крутилась у меня в голове. Быстро преодолев небольшое расстояние, я выскочил на широкую просеку как раз в тот самый момент, когда раздался выстрел. Собака взвизгнула и завертелась волчком вокруг своей оси. Охотник даже не сразу меня заметил, он перезаряжал ружьё. Неподалёку окрашивая прошлогоднюю листву в красный цвет, лежала недавно подстреленная лосиха. «Ах ты сволочь, что же ты творишь?» – закричал я. На меня обернулись знакомые злые глаза незнакомца, встреченного когда-то в лесу. Вскидывая ружьё в мою сторону, он заговорил. «А, опять ты, друг собак и котов. Ну вот и довелось свидеться. Я же предупреждал ещё в прошлый раз, что ты пожалеешь об этой встрече. Незнакомец держал меня на мушке, я был сегодня безоружен. За что ты убил мою собаку? Она-то что тебе сделала? И вообще охота сейчас запрещена. А кто об этом узнает? Ты сейчас ляжешь рядом со своей собакой. Делов-то». И я увидел, как его палец медленно коснулся спускового крючка. Я уже мысленно попрощался с жизнью, помощи ждать было неоткуда. Как вдруг откуда-то сверху, как будто с неба, а скорее всего с ближайшего дерева на него метнулась огромная рыжая кошка. Она ловко завалила мужика на землю и стала буквально рвать его на части. В момент падения раздался выстрел, пуля пролетела, как говорится, в миллиметре от меня. Я сразу узнал свою спасительницу. Это была наша рысь, наша муська. Как она поняла, что мы в беде, я до сих пор не знаю. Ведь мы не встречали ее в лесу больше года. Мужик истошно орал, пока я с большим трудом не отогнал от него разъяренное дикое животное. «Хватит, хватит, муська, ты ему и так уже сухожилие на руке разорвала. Больше он ружье в руки взять не сможет. Сейчас надо спасать Дакоту». Я подхватил собаку на руки и поспешил в деревню. Местный ветеринар вытащил пулю и сказал, что рана серьезная, но не смертельная. Животное, молодое, сильное, справится. И правда, после хорошего ухода и лечения Дакота поправилась, и мы опять стали ходить с ней в лес, только ружье теперь брали всегда для безопасности. Муську потом встречали несколько раз в лесу, и даже не одну, а с рысятами. Дакота радостно лаяла при ее появлении, приветствовала свою подружку и спасительницу. А вот браконьер, думаю, больше в наш лес не сунется. Да и вряд ли он еще когда-нибудь сможет взять в руки ружье. Муська его серьезно наказала за подлость. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!